Девушки отдыхают Когда дебютировало первое поколение седана, Optima фактически была братом-близнецом Hyundai Sonata Отличия у моделей были лишь косметические Хотя для главных покупателей южнокорейского продукта, американцев, разницы не было вообще Главное, что эти машины были большие и недорогие Новая Optima окончательно стирает стереотипы Выиграть сражение с конкурентами компании помогает Петер Шрайер, заслуженный в автомобильном мире художник Более 20 лет немец трудился на благо Audi Теперь он создает внешний вид Kia Эксперты говорят, что Optima – его лучшее творение 10 лет назад сложно было представить, что корейские машины будут выглядеть так здорово Рука европейского мастера видна Но при этом дизайн седана не содран под хальку Наоборот, свежая идея в изобилии Она по-прежнему большая, но уже отнюдь не дешевая Даже немного дороже одноклассников – Ниссана Тианы и Тойоты Камри Добрая половина наших соотечественников скажет Да я бы за такие деньги! Но корейцы сразу пытаются объяснить, что цена выросла не просто так И теперь премиум седан как минимум не уступает японцам А в чем-то даже его превосходит Звучит, конечно, здорово, но так ли это? После довольно сильного впечатления от экстерьера Салон уже не удивляет С другой стороны, в отличие от той же Санаты Он кажется более собранным, лаконичным и даже благородным Пожалуй, интерьер больше напоминает европейские автомобили, чем японские Кожа, более-менее мягкий пластик, вставки под дерево и алюминий Все в лучших традициях премиум сегмента старого света Функционально, но, как полагается, в меру строго Но при более внимательном рассмотрении Кое-какие недочеты обнаружить несложно Дорогие материалы конструкторы использовали только в тех местах Которые на виду и чаще всего используются водителем Но нижняя часть консоли, торпеды и оббивки дверей Сделаны из весьма бюджетного сырья Тут бизнес-классом не пахнет Сидение удобное и с хорошей боковой поддержкой Если вы устали в дороге, здесь есть специальный валик для поясницы А также электрорегулировка и даже функция памяти Все как у настоящих люксовых седанов Не впечатляет тандем двигателя и коробки Которая предлагается в базовой комплектации Механическая коробка переключения передач И двухлитровый бензиновый мотор Лишают машину динамики Вряд ли такое предложение вообще будет пользоваться спросом Особенно у тех, кто заинтересован в покупке автомобиля Настоящего премиум-класса Но в нашей версии установлен более резвый бензиновый 2.4 Плюс современный шестиступенчатый автомат Мотор получился экономичным Расход топлива около 12 литров на сотню Мегаполис – естественная среда обитания для Оптимы И мы проверили, как чувствует себя седан на зимних московских улицах По традиции первый тест – диаметр разворота При длине почти в 5 метров О какой-то выдающейся маневренности говорить не приходится И пускай на узкой улочке за один раз развернуться не получится Диаметр разворота у Оптимы 10,5 метров Что для нее очень хороший показатель Трудностей с парковкой не возникнет даже у новичка Парктроники и камера заднего вида делают этот немаленький автомобиль Очень покладистым в плане парковки А при желании можно вообще все доверить электронике Ну или почти все Итак, давайте посмотрим, как работает помощник при парковке Итак, включаю И следую инструкциям Включаю заднюю передачу, отпускаю руки Это для меня всегда волнительно И работаю только тормозом и газом Так-так-так Надо только вовремя нажать тормоз Ну Кругается Включить переднюю передачу Ух, как он крутится Так Оп Парковка выполнена Но жаль, что в отличие от немцев Робот обучен только параллельной парковке Электроники и полезных опций в Оптиме в изобилии Чип-ключ, раздельный климат-контроль Тачскрин-дисплей с навигацией Аудиосистема Инфинити Регулировки водительского кресла Подогрев сидений и руля Панорамная крыша с люком Круиз-контроль Список в случае стоповой комплектации Получится внушительный Проверить машину в боевых условиях Нам помог Кужненков Денис Пилот команды Rating Technologies Участник российской дрипт-серии Попробуем, как она себя чувствует Без супечной системы стабилизации Ну что скажешь? При резком повороте релекции Тащить вперед И длинная колесная база Да, длинная колесная база не дает сносить Задний мост особо не сносит Что тоже для безопасности Или плохо Давай попробуем Что она нам сделает Да, точнее сделает Вот, видишь, она дущит машина Игорь Скорость у нас упала Ага, знаешь, что-то... Зато машина не сносит Ага, мне что-то плохо становится Да? Да На универсальности своего проекта Разработчики делают особый акцент Optima, по их словам, подойдет Как для любителей динамичной езды Так и для более спокойных Практичных покупателей Которые ценят статусность и комфорт И при этом вполне сгодится Чтобы отвезти тещу на дачу И сделает так, чтобы она осталась довольна Заходите Антин Викторовна Владимир Да, здравствуйте Удобно ли вам? Знаете, первым делом тепло Тепло? Да, достаточно тепло А, ну что, фиг, что ему было тепло Вместив в себя водителей трех пассажиров Optima заметно потяжелела Удивительно, но управляемость и маневренность Осталась почти такой же Выходит, даже на загруженном седане Можно прокатиться с удовольствием В название седана корейцы вложили определенный смысл Несложно догадаться Optima, по их мнению, автомобиль оптимальный То есть в идеальных пропорциях Сочетающий все основные характеристики Ну а те, кто непосредственно отвечает за продажи Скорее всего, имели в виду соотношение цена-качество Ведь когда модель только дебютировала на рынке Покупателя она в первую очередь привлекала доступностью Кстати, не считая последнего поколения В Европе седан больше известен под названием Magentis Намекая, по всей видимости, что он обладает неким магнетизмом Минимальная стоимость базовой двухлитровой Optima с механикой 960 тысяч рублей В нашей более мощной и укомплектованной версии Ценник почти на 400 тысяч дороже Любителя гонок динамика машины не впечатлила И это неудивительно 9,5 секунд до сотни – результат посредственный Представительским седан тоже сложно назвать Зато в актив Optima точно можно записать вместительность и функциональность В багажник у Optima есть полноразмерная запаска с ремкомплектом Объем 505 литров И если сложить заднее сидение То тут появляется вот такая полочка И крупногабаритный груз сюда не войдет Даже небольшой холодильник на дачу уже не привезешь Ну и, конечно, дизайн Эта машина выделяется в потоке А 10 лет назад корейцы выглядели скучно и скромно Зато стоили недорого А сейчас все ровно наоборот И какая бы машина у вас ни была Будьте взаимовежливы и аккуратны на дорогах С вами была Анастасия Трегубова И программа «Москва. Рулик» Редактор субтитров А.Семкин